Вера, несмотря на страх В 2021 году вставай и действуй Это и означает действовать по вере своей Каждый раз, когда я получаю откровение, я задаю себе вопрос Господь, что ты хочешь этим сказать мне? Бог хочет, чтобы его слова, обращенные к нам, были выгравированы на наших сердцах Чтобы мы таким образом меняли свой образ жизни Знаете, Бог говорит не только, чтобы его слышали Он говорит с нами, с вами и со мной Для того, чтобы мы были послушны его слову Вы знаете, вы слушаете, смотрите, присоединяетесь к нам в данный момент по причине того, что Бог хочет именно сказать вам свое слово Мы уже долгое время с вами находимся в пути У нас уже прошли несколько живых трансляций Итого, мы уже 40 воскресений заняты делом Знаете, что 40? Это число подготовки ожидания И каждый раз Бог спрашивает Действовали ли вы согласно его слову? Делали ли вы то, что он вам говорил? Господь хочет делить с вами стол Откройте свое сердце для всего, чем он хочет поделиться с вами Давайте же не только сохраним в своих сердцах его слово, но будем и действовать согласно ему Давайте начнем с молитвы Господь, спасибо тебе за эту возможность быть связанными друг с другом онлайн Быть вместе с тобой Мы понимаем, что ты владыка всей вселенной В этот час хочешь встретиться с нами Ты хочешь говорить с нами Ты планировал все с самого начала И именно этот день, этот момент, в этом выпуске Именно это послание и слово послать нам Отец, я молю тебя, чтобы все верующие услышали твое слово И хотели слышать тебя Говори с нами сегодня Мы хотим встать и действовать, делать то, для чего ты нас создал Мы благодарим тебя, Господь Во имя Иисуса Аминь Сегодня я хочу поговорить с вами о вере и страхе О вере, которая стоит над страхом, чтобы идти дальше Я хочу вам рассказать кое-что о себе Несколько лет назад, когда мы еще не пришли к вере Я воспитывалась не только в величии Господа, но и в страхе перед адом Мы всегда вкладывали в наш брак Мы делаем это и сейчас Для нас это значит, что мы один раз в год на пару дней уезжаем вдвоем в отпуск Без детей Просто провести время наедине друг с другом Мы говорим друг с другом Оцениваем наш семейный союз И мы спрашиваем друг у друга, что же мы можем сделать, чтобы нам было еще лучше в нашем браке Мы брали тогда в машину и ехали в Швейцарию, чтобы там в палатке провести друг с другом около недели В небольшом кемпинге на границе с Италией Все было так просто И в тот год это тоже случилось Был конец лета, стояла прекрасная погода Но вдруг ночью она резко поменялась Наша палатка стояла на равнине, окруженной горами В ту ночь поднялся штормовой ветер и пошел ливень И вот мы лежим в палатке и чувствуем, как под нами течет вода Грохотал гром, сверкала молния И каждый раз гром и молния, отскакивая от окружающих нас гор, повторялись снова и снова Я должна признаться, что в тот момент я очень сильно испугалась Я подумала про себя Вот, настал мой последний час Это Божье наказание, я что-то сделала неправильно В тот момент я знала Бога только таким образом Бог находится где-то далеко Бог, несущий наказание Я ходила иногда в церковь, но это же ни о чем не говорит В Библии говорится Истреблен будет народ мой за недостаток ведения Я не знала, кто он такой Что он есть во мне Что он живет во мне К счастью, я узнала Бога всепрощающего, милостивого, любящего и верного Это его настоящий характер И он хочет, чтобы мы знали, что он любит нас У него есть план для вас Знаете, на следующее утро снова выглянуло солнце Иногда свой страх невозможно контролировать Он захватывает вас полностью Потому что обстоятельства заставляют вас бояться Вы пытаетесь бороться со страхом Со страхом, что вы недостаточно хороши Что вы не знаете, что вам нужно говорить Страхом выступать перед людьми Боязнью того, что другие люди подумают о вас и так далее Страх громко молиться вслух Страх охватывает ваше сердце Он останавливает вас и парализует Он мешает вам жить с той жизнью Которую уготовил для вас Господь Иов говорил Чего более всего я ужасался, то и постигло меня Так как же нам победить страх? Самое трудное – бороться со страхом В Библии говорится Совершенная любовь изгоняет страх Страх всегда связан с наказанием Лучше бороться за любовь Чем сосредотачиваться на страхе Если вы все свое внимание и усилия направите на какую-либо проблему То она от этого станет еще больше Наше внимание увеличивает страх Мы иногда настолько сфокусированы на проблеме Что теряем главное И лишь раздуваем свою проблему Совершенная любовь изгоняет страх И когда вы настраиваете свое сердце на то, что вы любимы отцом Тогда вы и познаете бесконечную любовь О существовании которой вы даже и не подозревали Это не просто какая-то формула Но это встреча с живым Господом Вы выделяете время, чтобы побыть в его присутствии Отложите все свои дела И посидите рядом с ним Почувствуйте его рядом Если вы позволите этой любви вести вас Позволите ей течь в ваших жилах То вы узнаете, как она все меняет Если любовь побеждает страх То вера в эту любовь очень важна Отец буквально заключает вас в свои объятия И вы успокаиваетесь Все ваши проблемы исчезают Вы меняете ракурс своего внимания С того, что вы должны сделать На то, что он уже сделал для вас Позвольте Богу говорить с вами Мы живем в том, что он говорит нам Возьмите слово и читайте до тех пор Пока не услышите свой голос Когда вы услышите свой голос То в определенный момент вы услышите голос Бога Вставай и действуй Ходите в вере Ваша вера, ваша надежда Могут привести вас в те места В которых вы еще никогда не были Вера — это деяние, а не только слова Поэтому ходите в вере Знаете, его слово — это сила Самое большое время Когда мы испытываем на себе Влияние характера Господа Когда он ведет нас через испытания Обратите внимание на мои слова Он позволяет это Там, где мы могли пройти одни Не благодаря самим себе Но с помощью силы Святого Духа Он защищает нас и окружает силой Господа А в жизни больше всего мудрости Которую мы слышим Идет от людей, которые прошли через трудности Они обрели опыт и увидели, кто такой Бог на самом деле Как раз в это время он хочет явить себя Я хочу зачитать вам отрывок из Библии Из Ветхого Завета В книге «Исход» говорится о народе Израиля Народ Израиля только что освободился От 400-летнего существования под гнетом рабства Они в пути, в пустыне Идут в землю, обетованную вместе с Богом И вот в самой середине пути они встречаются с проблемой Господь помогает им преодолеть ее Есть ситуация, которую они сами разрешить не могут Они не видят выхода из этой ситуации Не могут пойти дальше вместе с Богом Может быть, и вы находитесь в подобном положении Если вы сами начинаете анализировать эту ситуацию То вам кажется, что она неразрешима И вы не понимаете, как вам ее преодолеть Чтобы дальше идти по пути, который для вас избрал Господь Народ Израиля точно так же Он точно знает, как вы себя чувствуете в подобной ситуации Потому что в то время, как они идут в землю обетованную Где течет молоко и мед Что означает милость, обетование его и благодать Встречаются с проблемой Красным морем Давайте почитаем в исходе Моисей сказал народу Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне Которое Он соделает вам ныне Ибо египтян, которых вы видите, более не увидите вовеки Господь будет поборать за вас А вы будьте спокойны Давайте прочитаем еще раз Но Моисей сказал народу Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне Господь будет поборать за вас А вы будьте спокойны Не бойтесь, не извиняйтесь Знаете, Моисей передает четыре правила своему народу И они ведут их через трудности вместе с Богом Неважно, через что вы сейчас проходите в вашей жизни Моисей передает их своему народу И это те же самые постулаты, которые нам говорит Святой Дух Во-первых, не бойтесь Во-вторых, держитесь В-третьих, будьте внимательны и смотрите Спасение придет от Господа И в-четвертых, будьте спокойны В действительности это четыре простых правила Но иногда мы теряем свои силы, если не соблюдаем их Они так просты, когда мы поймем, что эти четыре простых правила важны для нашего успеха Чтобы с Божьей помощью вести нас через все трудности в жизни Моисей так и говорит избранному народу Не бойтесь И этот принцип, жить без страха, мы знаем, конечно, что нам не нужно бояться Но тот страх, который враг хочет использовать против нас Нужен ему больше всего, чтобы парализовать вас Чтобы вы не могли делать то, для чего вас создал Бог Поэтому Моисей и должен был сказать об этом своему народу Те же самые слова Бог хочет сказать вам и сегодня Не бойтесь Так важно все время повторять это себе Слово Божье вмещает в себя очень многое Более чем 365 раз в Библии написано «Не бойся» Для каждого вашего дня, когда вы просыпаетесь И что бы вы не предпринимали, не бойтесь Так важно то, что пишет Павел в послании к Тимофею Тимофей, знай, что Господь дал нам не духа боязни Как и все другое важное, что вам нужно узнать в жизни Через что вы проходите Бог нам никогда не давал духа боязни и страха На прошлой неделе у меня был момент, когда я думала о ситуации, в которой мы все сейчас находимся И меня на мгновение одолел страх Я сказала «Бог, я уже совсем не знаю, что происходит» Он ответил мне «Не сгибайся под своим страхом» Бог не посылает страх Он дает нам силу и любовь для того, чтобы мы все преодолели Он не дает нам страх Когда мы верим, что Бог не посылает нам страх То вы и я чувствуем силу Страх нападает на нас В какой-то определенный момент в нашей жизни происходит ситуация Когда, например, вас запугивают Это может случиться в отношениях Или когда вы в чем-то не уверены Не можете выйти из этого самостоятельно Если вы не знаете, что Бог не дал вам страха Тогда вы не знаете, откуда это пришло Враг насылает на вас страх чего-либо в вашей жизни, но не Бог Он всеми силами старается Я имею в виду врага Отвлечь вас от чего-то Что значит, Он не хочет, чтобы у вас это было Когда избранный народ стоял на берегу Красного моря Если бы они отступили в страхе и не пошли дальше Тогда бы они никогда не пришли В обещанную Господом землю Если страх нападает на вас То знайте, что это и есть враг Он хочет удержать вас от чего-то очень важного Он знает, что на другом берегу Есть то, для чего вас призвал Господь Враг хочет удержать нас от познания нашего предназначения То, для чего нас с вами создал Господь Он подкидывает страх прямо на вашем пути к предназначению Он хочет, чтобы мы были парализованы страхом Потому что знает, что Бог хочет нам помочь преодолеть все трудности И найти свое место в нем Я так боялась говорить Я совершенно не представляла себе, как мне нужно это делать Но Бог говорит, не бойся Если кто-то угрожает вам Вы боитесь что-то сделать Знаете, что все это происки сатаны Знаете, что это что-то очень важное лично для вас В другом случае враг не нападал бы Не бойтесь, не означает, что вы никогда не чувствуете страха Народ, который 400 лет находился в рабстве Всего лишь несколько дней идет к своей свободе И останавливается на берегу Красного моря С обеих сторон их окружают горы И кто же преследует их? Фараон с его колесницей и войском Они со всех сторон окружены Перед ними море, вокруг горы, позади враги Я могу понять, что им страшно Может быть, вы тоже окружены проблемами В вашем браке, со здоровьем, с финансами, с детьми И вам тяжело на сердце Вы боитесь Но самое важное – не зацикливаться на своем страхе Вы должны решиться и направить свои мысли на Слово Божье Каждый раз, когда к вам подбирается страх, неуверенность, ужас Не концентрируйтесь на них, но обратитесь к Богу И повторяйте обетования Господа о вашей жизни и вашей ситуации Причина, по которой в нас не должен селиться страх Заключается в том, когда Бог призывает вас совершать деяния Это происходит не потому, что мы сами способны к ним Но потому, что у нас есть Отец, который любит нас И дает нам все необходимое, чтобы действовать Ему нужен кто-то, кто скажет «Да» И будет соблюдать его Слово, милостивое и благодатное Следующее послание Моисея для народа Израиля – это победа Это победа, которую он сегодня сотворит Вы с триумфом победите все трудности Знаете, победа уже дана нам Наша единственная цель, когда к вам подбирается враг Сконцентрироваться на правде Мы не боремся за победу Она уже уготована нам Мы не боремся за победу Нам уже дарован статус победителей Это всего лишь меняет угол Под которым вы смотрите на обстоятельства Если вы уже знаете, что победа за вами, аллилуйя Это великолепно Еще Моисей говорит Держитесь Не пускайтесь в свои собственные рассуждения и идеи Поставьте ступни ваши на твердую землю Будьте постоянны в вере, уверенности и доверии Бог, которому мы служим Это тот же самый Бог, который освободил нас из Египта Сделал так, что воды Красного моря раступились И мы прошли по дарованному нам пути Будьте тверды и спокойны Похоже на пассивное задание Стойте спокойно в самом центре трудностей Стойте, будьте тверды Это решение Это выбор Это действие с нашей стороны Наш результат Когда мы твердо стоим на земле Если мы будем твердо стоять на Слове Божьем То мы не сможем ступить ни вправо, ни влево Когда мы что-то переживаем И трудности встречаются на нашем пути То правда Слова Божьего Это то, на чем мы твердо стоим Уверенность в Боге Наша вера обетованием Да и аминь Стойте твердо, где бы вы ни были Через что бы вы ни проходили Растите в Слове Божьем Вдохновленным Святым Духом И стойте твердо Знаете, в послании к Ефесиным говорится Итак, станьте, припаясь в чресло Вашей истинною И облегшись в броню праведности Если Бог за нас Кто же будет против? В точности то, что Бог написал И обещал нам Если мы верим Что наш Отец Написал это для того Чтобы направить наши ноги В нужном направлении Тогда вы поймете Что Он будет вести вас По правильному пути В Писании мы читаем Слово Твое Светильник ноге моей И свет стезе моей Если я иду по темной дороге То Твое Слово Освещает мой путь В смутное время Бог желает явиться перед нами В образе пастуха Справедливого вождя Во время раздора Он показывает Что церковь едина В безнадежные времена Бог дает о себе знать И внушает нам надежду Во времена бессилия И упадка духа Бог своим явлением Несет исцеление И третье правило Которое изрек Моисей Будь внимателен и узри Узри благодать Божью Спасение Облегчение Это все прямо перед тобой И если это будет всего лишь одно решение Откройте глаза И узрите Наши молитвы Услышьте их И запишите Что бы вы хотели Что бы Господь сделал для вас На неделе мне Одна приятельница Рассказала об откровении Она годами писала В молитвенной записке Что ее дочь Находится в отношениях Которые только вредят ей И вот спустя годы Мы видим Что ее молитва Была услышана Как твои дети? Все мои дети Учатся слышать Нашего Господа Я вижу это И я это знаю Каким вы видите Ваш брак? Что вы видите? Если вы видите Возьмите веру Доверие И силу Господа Не бойтесь Будьте тверды Внимательны И узрите В исходе говорится Господь будет поборать За вас А вы будьте спокойны Все, что я вижу вокруг Просто невероятно У нас у всех свое мнение И мы выражаем его публично Знаете, я по личному опыту Понимаю, что значит Быть спокойной И до тех пор Пока мы сами боремся До тех пор Пока мы думаем Что имеем право Самостоятельно решать Боремся мы в неверии Тогда Бог Не может бороться за нас Серьезно Лучшая борьба в вере Это когда вы встаете на колени И все до последнего Отдаете ему Господь мой брак Моя семья Моя страна Все с верой в сердце Отдайте ему Я отдаю тебе все Ты Господь Вседержитель Тебе подвластна любая проблема Ты справедлив И я полностью доверяюсь тебе В притчах говорится При многословии Не миновать греха А сдерживающий Уста свои Разумен Тщательно Выбирайте Свои слова Каждое негативное слово Которое срывается У вас с губ Будет использовано Врагом против вас Потому что мы это сказали Мы отдали это врагу Но делайте выбор И будьте спокойны Господь будет поборать за вас Господь верен своему слову Если он сказал То он сделает Вера несмотря на страх Как же они пошли дальше А дальше они пошли с верою В послании к евреям мы читаем В верою перешли они Черное море Как по суше На что покусившись Египтяне потонули Вера, которая действует Удивительно И дальше в исходе Сказал Господь Моисеев Что ты выпьешь ко мне Скажи сынам Израилевым Вот оно слово Вот личное откровение Пророческие слова О 2021 годе Скажи моим людям Чтобы они встали И шли дальше Скажи моим людям Не сдаваться Не терять надежды Скажи моим людям Что я Бог Всевышний Что я совершу чудеса Скажи людям Что со мной Они победят пандемию Я Господь Всесильный И здесь Стоит избранный народ Миллионы людей И каждый потерян Взволнован Напуган Господь говорит Идите Возьмите Возьмите свои палатки Свои вещи Встаньте И идите дальше Как же Мы пойдем дальше Если все В вашей жизни Находится в хаосе Как же нам Двигаться дальше Если доктор Приносит нам Плохие новости Как же вам верить Несмотря на страх Слушаться Бога И идти дальше По жизни Продолжайте Идти дальше Может быть Вы находитесь В нестабильной среде Вы никогда Еще не были В подобной ситуации Попробуйте Идти дальше Несмотря ни на что Вы идете дальше И не знаете Куда приведет вас Этот путь Моисей ведет народ Из Египта В землю Обетованную И они встретили На пути Страшное препятствие На самом деле Вы не знаете Кто вы есть Пока не встретитесь Со своим страхом В том месте Где вы никогда Не были Вы поймете Что сила Господня Может освободить вас От любого страха Преодолевайте свой страх Не стойте на месте Чудо заключается в том Что вы встаете И действуете Вставайте Во имя Иисуса Вставайте И давайте Почитать Нашего Бога Молитва Парализует врага Вставайте И скажите Господь Я доверяю тебе Я верю тебе Я не знаю Как все разрешится Но и евреи Не знали Что Красное море Разойдется И станет стеной Чтобы дать им Пройти Как по суше И что все Их враги Потонут Этого они Не представляли Чудо заключалось В преодолении Что они все Все же пошли Дальше Бог говорит нам Вставайте И идите Вставайте И действуйте Продолжайте Идти в слове В вере Идите И уверуйте Что Бог Не даст вам Упасть Продолжайте Идти Веря Что Господь Всегда Не изменен Вчера Сегодня Завтра И всегда Продолжайте Идти Зная Что Господь Всеведущ Что мы все Связаны С Господом Продолжайте Славить И чтить Его Продолжайте Молиться Отдавать Говорить Слова веры Благословения Продолжайте Мечтать Продолжайте Надеяться Продолжайте Видеть Успех Видеть Что семья Укрепляется Продолжайте Верить Несмотря На страх Во имя Иисуса Продолжайте Стоять На Его Слове Аминь Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова